Друзья, всем привет! На связи Тавид Подделка, Веледник, кто как меня знает. И вот после праздника Шивот я дал Ицхаку Томисевичу такое обязательство, что в целях личной моей изучения Торы в целях развития проектовой экрана я буду тоже вести свой блог-влог, как вы хотите это так называете, и то есть стимулировать наших авторов, чтобы они делали тоже крутой контент и двигать нашу платформу. Поэтому я решил взять такое направление, которое мне самому близко по духу, я занимаюсь продажами, маркетингом, и хочу давать вам интересные материалы на тему Тора, деньги, Тора продажи, Тора маркетинг, все на такую тематику. И сегодня у меня есть для вас просто крутейший Сипур. Садитесь поудобнее, пару минут выделите, и давайте сейчас послушать интересную историю. В общем, был один хасид, который пришел к Рэбе и говорит ему, Рэбе, вот мне там уже там под 30 лет, я там всю свою жизнь учил Тору, вот, и это все единственное, что я имею, но я очень хочу жениться. И Рэбе ему говорит, ну, друг, тебе нужны деньги. Он говорит, где я возьму денег, у меня все, я так уж умею целый день учил Тору, ничего больше не делаю. Он говорит, ну, не переживай, я тебе дам деньги, и, то есть, тебе хватит. Ну, он такой довольный, все, класс, Рэбе дашь деньги. И тут Рэбе такой, достает кошелек, дает ему 10 копеек. Он говорит, что, 10 копеек? Он говорит, так, держи 10 копеек, я тебе даю благословение, чтобы ты сейчас от меня выходишь и делаешь первую сделку, которая тебе предложит, ты заключаешь эту сделку. Ну, он говорит, ну, хорошо, Рэбе сказал, что делать. Пойду, пойду искать самую выгодную сделку. Выходит он на улицу, ну, и как бы, да, куда идти? То есть, он парень, все-таки не зря учился в Ешиве. И есть у нас, да, в Талмуде сказана такая штука, такой принцип, да, то есть, это, кстати, вот, как такой совет по маркетингу, по продажам, что товар определяется покупателем, да, что где лучше, да, сделать самую выгодную сделку, на каком-то дорогом товаре. И он подумал, какой самый выгодный товар, это, типа, ювелирка, да, то есть, он пошел в ювелирную лаву. Заходит в нее, начинает что-то там рассматривать, смотреть, там, всякие кольца, камни, золото, бриллианты. И подходит к нему, видит, как бы там, где-то там, где гастронома, очереди нету, видит продавец магазина, что что-то он смотрит, интересуется. И спрашивает у него, чем могу тебе подсказать, что, что-то, что вас интересует, что вы хотите приобрести. Он говорит, ну, вот у меня тут есть, там, 10 копеек, что я могу на них купить? Ну, этот продавец смеется, говорит, ну, ты вообще, конечно, кадр, что за 10 копеек ты можешь прийти? Иди в гастроном, там, там, купить что-то здесь копеек. Он говорит, здесь копеек, я тебе могу только продать мой удел в грядущем мире. Тут он такой вспоминает слова рыбы. О, вот она первая сделка, все, давай, по рукам. Он такой, что? Этот продавец в шоке говорит, ты у меня купишь мой удел в грядущем мире? И да, все, я покупаю. Он смеется, хохочет, ну, давай подписываем бумагу. Подписывают они договор, что я такой-то, такой-то в таком-то месте, в таком-то городе передаю такому-то, такому-то за 10 копеек свой, свой удел в грядущем мире. Ну, продавец этот, конечно, такой весь, целый день хохотался всей этой истории, рассказал эту историю, там, своей жене. И она говорит, ты что вообще, что ты вообще сделал? Все, я с тобой, говорит, развожусь. Он говорит, как развожусь? Ну, так, зачем мне муж, у которого нет удела в грядущем мире? Все, зачем себе? У меня есть мой удел в грядущем мире, у тебя нету. Зачем ты мне нужен? Он такой в шоке, говорит, а что делать? Ну, как что делать? Иди ищи этого парня из шуботника, и выкупай у него эту бумагу, выкупай свой ламаба, грядущем мире. Ну, он, давай его искать там по всему городу, где он должен быть, там, по всем синагогам. Говорю, ну, вон он сидит, учится, иди подходи к нему. Он подходит к этому парню, говорит, слушай, я там, это, погорячился, давай, наверное, мне назад мою бумагу, вот тебе твои 10 копеек. Ну, этот парень такой, не, брата, я тебе 10 копеек не продам. Ну, начинает они торговаться уже, там, что-то, значит, дошло уже там до 100 рублей. И он говорит, нет, 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 тысяча, тысячу не меньше. Он понимает, что, да, там, расходы на свадьбу, там, квартиру снять, кольцо купить, деньги надо, да, то есть, тысяча рублей не меньше. Ну, этот продавец лавки думает, там на тебя все. Плюнул на это все, возвращается домой, женой говорит, ну что, где твоя бумажка эта, где выкупил свою ламабу? Он говорит, нет, ты что, 100 рублей хочешь? Ну, нет, значит, типа, все, идем, идем к Равину, завтра гет будем писать. Он, такой, в шоке, продавец этого магазина, говорит, ладно, все, завтра иду, выкупаю за 1000 рублей. Приходит уже на второй день к этому парню, ешеботник, говорит, все, короче, на тебе твои 1000 рублей. Ну, он ему возвращает всю эту бумажку, возвращает ему в Аламабад. И он говорит, единственное, скажи мне, кто твой Равин, кто тебя такому научил, кто он такой умный. Ну, там, сказал ему, такой-то Равин, пошел к этому Равину. Говорит, ну, вы, конечно, меня, как это, сделали красиво. Он говорит, слушай, я тебе Равинам поговорю, я тебе скажу так, до того, как ко мне пришел этот парень, ешеботник, я как раз сидел и думал о тебе. И думал о тебе, что действительно, что твои дела друг плохи. Что ты только там занимался своими брюликами, продавал, покупал, день только думал о заработке и ни о чем больше другом. И твой Аламабад, так и действительно в тот момент стоил 10 копеек. А сейчас, когда ты проникся, понял всю эту ситуацию, как оно все важно, как важен Аламабад, как важен Митцвот, сейчас твой Аламабад уже стоит 1000 рублей. Да, то есть, поэтому, какой мы делаем вывод из этого всего, что наш настоящий, наш заработок в этом мире, это вот то, что мы, как бы, да, отдаем, то, что мы помогаем другим, то, что мы отдаем Аламабад, то, что это наш заработок, это то, что мы можем забрать с собой в Аламабад, инвестировать, да, в свой грядущий мир. Поэтому, друзья, инвестируйте в свой Аламаба, учите Тору, делайте Митцвот, помогайте ближним, давайте БДАКУ. Все, будем на связи. С вами был Давид. Все, до новых встреч. Всем хорошей недели. Все, всем пока.